Проблема, связанная с джиннами и шайтанами, является одной из болезней, которыми на сегодняшний день охвачена масса людей. Болезнь, которую вызывают джинн и шайтан, происходит по двум причинам. Первое, когда джинны сами чинят проблемы людям, нарушают их покой, наносят вред здоровью. Второе, когда джинны проникают в тело людей не по своей воле, а по заговору и заклинанию колдуна, находятся в теле человека насильно и зачастую не могут покинуть тело, пока не освободятся от колдовства. Поэтому, говоря о джиннах, мы обязаны затронуть две темы – поговорить о мире джиннов, чтобы иметь о нем достоверную информацию и поговорить о сущности колдовства. И сразу надо напомнить, мусульманин должен лечиться от джиннов только дозволенными шариатскими методами. Недопустимо обращаться к магам-колдунам, гадалкам, экстрасенсам или последователям каких-либо языческих культов. Мир джиннов. В России джиннов называют по-разному – бесами, демонами, домовыми и тому подобное. Кто бы что ни говорил, мы знаем, что этот мир существует. И пытаясь рассказать об этом невидимом мире, мы тоже попадаем в некое затруднение. Ведь этот мир не видим, и мы не можем исследовать его обитателей в полной мере. Но мы, мусульмане, должны знать, что вера в джиннов – это из веры сокровенной. То есть, как мы верим в ангелов, хотя мы их не видим, точно так же мы обязаны верить в джиннов. Тот же, кто отрицает существование джиннов, противоречит Корану и Суне. Поскольку в Коране джинны упомянуты в десяти сурах. Также есть отдельная сура, названная джинны. В Коране и Суне говорится, что джинны созданы раньше людей. Также мы знаем, что они едят, пьют, женятся и размножаются. Они видят нас, но мы их не видим. Мы можем их видеть только тогда, когда они материализуются в каком-то физическом теле. А когда они хотят, чтобы мы их увидели, они принимают вид каких-то животных или людей. Они разумные существа. И как люди они тоже обязаны поклоняться Всевышнему, а в судный день ответят за свои поступки. Джинны подобны людям в том, что среди них есть мусульмане и немусульмане. Есть джинны разных конфессий, есть и атеисты. Некоторые думают, что среди них нет верующих. Но Коран говорит, что есть джинны верующие и неверующие. Они входят в тела людей и животных. Также мы знаем, что они отличаются от людей и от ангелов своими качествами. Всевышний создал ангелов из божественного света, нура, джиннов из огня, а людей из земли. Бог дал джиннам такую силу, что они могут превратиться в любое существо, будь это животное или насекомое и тому подобное. Также Господь дал джиннам скорость, и они передвигаются быстрее, чем ветер. Их не удерживают никакие преграды, такие как дома, закрытые двери и окна. Но вместе с тем они не могут зайти в тот дом, где дверь запирается вспоминанием Всевышнего. Какое бы могущество у них ни было, они не могут зайти в такой дом и навредить находящимся там людям. Пророк, мир ему и благословение, изрек. Поистине шайтан, джинн, не может открыть запертую с именем Аллаха дверь. И вы закрываете свои мешки с поминанием Аллаха, говоря «Бисмиллахи ррахмани ррахим». Покрываете свою посуду, тоже поминая Аллаха. И когда будете ложиться спать, выключайте свет. Что такое колдовство? Колдовство – это производное от взаимодействия колдуна с джиннами. Когда используются заклинания или языческие обряды. В результате наносится вред здоровью человека, его имуществу, его отношению с другими людьми. Колдуны наносят обществу огромный ущерб. Из-за колдовства люди болеют, зачастую погибают от болезней. Соседи, друзья, родственники становятся врагами. Распадаются семьи. Люди, любящие друг друга, обречены на страдания и разлуку. Дети при живых родителях становятся сиротами. Здоровые люди не могут обзавестись потомством. Беременные не могут сохранить плод. Опасность колдовства заключается еще и в том, что оно влияет на сердце. Сердце – это то место, где находится наша вера иман. И колдовство непосредственно влияет на сердце, вызывая в нем различные чувства, такие как ненависть, гнев, раздражение и неприязнь. Психические болезни при колдовстве. Когда человек болеет по причине колдовства, нарушаются его психика и нервная система. Часто происходят физиологические изменения в теле человека вплоть до патологий. Но мы должны понимать, что колдовство – это только одна часть проблемы. После того, как мы изгнали джинна и уничтожили колдовство, в человеке все же остаются последствия от этого. И здесь часто требуется медицинская помощь. Местонахождение джиннов. Джинны бывают в заброшенных местах, в развалинах и особенно ночью в стоячих водах. Поэтому, когда ночью будете приближаться к стоячим водам, обязательно надо сказать аузу. Ауузу биллэхи минаш шейтанир рожим. С целью, чтобы джинны ушли из этого места. Они бывают в тех местах, где есть нечистоты, в банях, в туалетах и там, куда бросают мусор, на рынках, а также в тех местах и домах, где не поминают Бога и не читают Коран. Когда джинну удается войти в тело человека. Джинну легко войти в тело человека тогда, когда человек посещает колдунов-гадалок и пользуется их услугами. И надо заметить, колдуну, он постепенно теряет волю и после этого не в состоянии сделать ни одного самостоятельного шага. Если в первый раз он пошел к колдуну по серьезной причине, то в последующем он вынужден обращаться к нему по каждому пустяку. Общение с колдунами помимо того, что отнимает веру и обрекает на гибель в вечной жизни, уже на этом свете делает человека зависимым от этих людей. Джинн может войти в человека, чтобы отомстить ему, в случае если человек, допустим, невольно повредил жилище джиннов или бросив камень поранил одного из них. И они рассердившись входят в человека и создают проблемы его здоровью и психике. Легко входит джинн, когда человек пребывает в сильной печали, в гневе или сильно смеется, хохочет. Какие болезни вызывает джинн? Джинн может вызвать помешательство. Оно может быть вызвано и медицинскими причинами. Но в том случае, когда это от джиннов, медики не могут ставить диагноз. Как будто все нормально, но человек при этом жалуется. Джинн создает в человеке состояние печали. Человек замыкается в себе, постоянно ищет уединение, любит темноту или полумрак, долго задерживается в туалете, перестает следить за собой. Джинн создает чрезмерное нервное напряжение, истощение, волнение, постоянные переживания, упадок сил. Люди чувствуют, что их энергию кто-то забирает. Возникают какие-то наущения и блуждающие мысли, которые не свойственны этому человеку. Проявляется отсутствие ясности и свежести, а также покоя в голове. Ухудшается память. Человек думает, что такое происходит со всеми, но на самом деле это болезнь. Джинн вызывает сильные страхи и ужас, а может вызвать боязнь одиночества и темноты. Человек начинает слышать внутри себя голоса или разговоры, начинаются галлюцинации. Больной может видеть своих близких в отвратительном виде. К примеру, муж жену или жена мужа видит в каком-то зверином обличье или как будто у человека растут рога. Если человек видит кого-то в подобном виде, то проблема в нем самом, он и есть больной, в котором сидит Джинн. Джинн делает так, что человек становится чрезмерно раздражительным и обидчивым. начинает со всеми спорить. В нем появляется нечто неуловимое, отталкивающее от него людей. Возможно, какие-то блуждающие боли в теле. То есть сегодня болят почки, а завтра боли в ногах, и не можешь понять, что у тебя болит. Медики также не могут поставить верный диагноз. Или у человека начинает двигаться живот. Человек сидит, не делает никаких усилий или движений, но чувствует, как двигается его живот. Возможно, боли в желудке или в спине. У женщин Джинн способствует бесплодию. Бывают маточные кровотечения, нарушения циклов, всевозможные воспаления женских органов. У мужчин также бывает бесплодие и импотенция. Может быть, преждевременное семяизвержение. Читая Коран, можно сжечь Джина. Поэтому Джинн боится войти в человека, который молится и читает Коран, у которого есть связь с Богом. Поэтому в основном Джины входят в тех, которые далеки от Аллаха, далеки от исполнения требований шариата. Механизм колдовства. Механизм колдовства заключается в следующем. Есть колдун и есть человек, против которого совершается колдовство, читается заклинание, проводятся определенные ритуалы. Также есть Джинн, который будет в кавычках обслуживать это колдовство. То есть Джина насильно загоняют в тело человека. И заколдованный Джинн будет вредить ему в зависимости от того, что ему поручено. Есть и Джинн, который в кавычках обслуживает колдовство с информационной стороны. То есть, когда человек болеет или что-то случилось, этот Джинн приносит колдуну информацию о том, как прошел день больного и как он себя чувствует. Колдовство является одним из губительных грехов. Кто не хочет погубить свою душу, тот не должен прибегать к услугам колдуна. В хадисе, переданном имамами Аль-Бухари и Муслимам, сообщается, что посланник Божий, мир ему и благословение, изрек. Избегайте семи губительных грехов. Сподвижники спросили его, каких у посланник Аллаха. Он ответил, ширк, колдовство, убийство, ростовщичество, поедание имущества сироты, бегство во время наступления, клевета на невинных мусульман. После ширка пророк, мир ему и благословение, назвал колдовство, избегайте, говорит его. В другом хадисе сказано. Тот, кто пришел к предсказателю и поверил сказанному им, тот отрекся от того, что было неспослано Всевышним Мухаммаду, мир ему и благословение. А у того, кто пришел к предсказателю, не веря в него, намаз не будет приниматься 40 дней. Когда к колдунам приходит некий человек и начинает рассказывать о своих проблемах, те часто говорят, нет необходимости рассказывать, я все знаю. У тебя родители болеют или же сообщают о других проблемах посетителя. А этот человек задается вопросом, как же он все это узнал, и делает ошибочный вывод, что это у него дар от Бога. На самом же деле этот колдун получает информацию от тех джинов, которые знают историю этого человека. Еще одна опасность состоит в том, что если человек проводит лечение у мусульманского специалиста и лечение по каким-то причинам не дает эффекта, то этот человек начинает искать другие пути. То есть идет к колдунам и экстрасенсам. К мусульманскому лечению он прибавляет и языческие обряды. Забывая, что на самом деле лечит не мусульманский специалист и не колдун, а Всевышний Аллах. Поэтому необходимо использовать дозволенные методы лечения и просить исцеления у Бога. Только в этом мы обретем здоровье, счастье и его довольство. У нас есть свои методы лечения, и они соответствуют Корану и Суне. Мы должны пользоваться ими, потому что знаем, что лечит только Господь, и если Ему угодно лечение, то оно, иншааллах, поможет. Качества которыми должен обладать тот, кто лечит от джинов. Первое. Ихлас, искренность. Помогать людям необходимо только ради Аллаха, потому что это часть нашей веры, часть поклонения. А поклонение нуждается в правильном намерении. Хадис гласит, кто обучился знаниям, которые необходимо приобретать ради Божьего довольства, с тем, чтобы добиться мирской цели, тот не почувствует даже запаха рая в день суда. То есть, если некий человек специально обучался читать Коран, чтобы получить мирскую прибыль, то он не почувствует даже запаха рая. Второе. Чтецу Корана необходимы глубокие знания в религии. Особенно в вопросах вероубеждения. Джинны бывают разных конфессий и, когда вступают в диалог, пытаются дискутировать. При этом могут легко вести человека в заблуждение. В том плане, что мусульманин сам может впасть в ширк. Например, джинн может сказать. Хорошо. Я выйду из этого человека ради тебя. А лекарь должен ему ответить. Выходи ради Аллаха, а не ради меня. Третье. Богобоязненность соблюдения шариата. Читающий Коран должен выполнять свои обязанности перед Всевышним. Четвертое. Умение хранить секреты. Так как люди порой доверяют лекарю сокровенные вещи, которые не могут рассказать даже самым близким. И он не должен их распространять. Пятое. Необходимо иметь понятие о психологии или психотерапии. Чтобы распознать, перед нами человек, который страдает от колдовства, или же просто психически больной. Признаки, указывающие на джина. Одним из признаков одержимости джинном является отвращение к поклонению. Человек физически чувствует неприязнь к поклонению. Не хочет молиться, совершать омовение, не может слушать Коран, что-то его отталкивает от этих действий. Допустим, человек хочет посетить мечеть, доходит до мечети, и какая-то сила его останавливает, он не может зайти внутрь и возвращается обратно. Еще признаками джинов или колдовства может быть неадекватное поведение. Бывает, человек сидит и вдруг выкрикивает что-то с места или ругается, а придя в себя, ничего не помнит из совершенного. Может случиться паралич тела или какого-то органа. Признаками одержимости могут быть быстрый гнев, который сменяется смехом, частые головные боли без медицинской причины, при которых не помогают болеутоляющие средства. Человек разговаривает сам с собой, у него странное поведение, его тянет на спиртное, на курение, на драки. Он может ударить кого-то и сказать, это не я. У таких людей бывают неприятные припухшие лица, какие-то голоса или музыка в голове, нежелание молодых выйти замуж или жениться. То есть бывает, что девушка вроде не против выйти замуж, а когда дело доходит до сватоства, у нее появляются ужасы и страх. И если вчера она жениха видела как симпатичного человека, то к сватоству уже начинает его ненавидеть или наоборот. Бывает, человек видит страшные ужасные сны. Но все вышеперечисленное еще не является доказательством присутствия джинна. Подтвердить диагноз может чтение Корана. Только после его чтения можно узнать, сидит в человеке джинн или нет. Человек, у которого выявился джинн, должен проявить терпение и провести лечение. А также должен довольствоваться решением Всевышнего. Потому что согласно шестому столпу веры имана, все хорошее и плохое происходит по воле Божьей, это наше испытание. А Господь дает испытание каждому. Всевышний в Коране говорит. Смысл. Разве ты не знаешь, что Аллах знает все, что на небе и на земле. Поистине это есть в хранимой книге. Без сомнения, это знание упомянутого для Аллаха легко. Как сохранить себя от джинов и колдовства? Необходимо искренне просить Господа, чтобы Он сохранил нас от джинов, шайтанов и всего плохого. Мольба должна идти от сердца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, изрек. Во время конца света будет такая большая смута, что люди будут погибать в ней, и спасется только тот, кто просит так горячо, как призывает тонущий. В другом хадисе говорится, меры предосторожности не спасают от предопределения, а мольба помогает от того, что случилось, и от того, что случится. Поистине несчастье нисходит вниз и встречается с мольбой. Они встречаются на небесах и противоборствуют до судного дня. Читайте следующие дуа. А также аят уль-Курси, суры, али-Хляс, аль-Фаляк, ан-Нас. Побольше читайте Коран, а если сами не можете читать, то слушайте чтение. Потому что на то место, где читают Коран, ниспосылается милость Божья, а там, где присутствует милость Аллаха, нет места для шайтанов и джинов. Также желательно читать мольбу при входе и выходе из туалета, перед едой и после еды. Часто поминать Всевышнего и часто каяться перед Богом. Читайте стязу в тех местах, куда бросают мусор, в разваленных домах, при подходе к стоячей воде. Нужно стараться чаще поститься и молиться, соблюдать сунно-посты, совершать сунно-намазы, укреплять свою веру, изучать религию. Нужно стараться постоянно находиться в омовении, есть и пить с именем Аллаха, сохранять взгляд от запретного, не говорить плохого, беречь свой язык от сплетен. А также почаще находиться в мечетях, потому что мечети – это дома Аллаха на земле, где собираются верующие люди и ангелы, где звучит азан. И мы знаем из достоверных хадисов пророка, мир ему и благословение, что когда Муэдзин кричит азан, шайтан убегает на такое расстояние, куда звуки азана уже не слышны. Также необходимо находиться вместе с хорошими богобоязненными людьми, учеными-богословами-праведниками. В Коране сказано. Смысл. Бойтесь Аллаха и будьте справедными людьми. То есть, если мы будем дружить с такими людьми, у которых в сердце и на языке только Аллах, то из-за их благодати шайтаны и джинны от нас тоже отдалятся. Остерегайтесь компаний, в которых распивают спиртное, играют в азартные игры и тому подобное, потому что там и собираются джинны. Старайтесь постоянствовать в коллективных молитвах. Когда услышите лай собак и крик ослов, читайте аузу, потому что они кричат, когда видят шайтана. Нужно остерегаться от проклятий в адрес мусульман, не унижать их, не обвинять их в неверии, беречь свой язык от сплетен и от лжесвидетельства. Необходимо избавляться от тех фотографий, на которых виден оврат. Следует прикрывать рот, когда зеваешь, не употреблять пищу левой рукой. Если человек будет принимать каждый день натощак по семь фиников сорта аджва, они помогут защититься от колдовства и от яда. Некоторые ученые говорят, что если нет фиников сорта аджва, то мединские финики тоже подойдут. Да сохранит нас всех Всевышний от зла джинов и колдовства, не спошлет в наши дома мир и спокойствие, и да укрепит в наших сердцах иман. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.